Не так давно это было, вот этот огромный шаг, который сделала налоговая служба, вот этот прыжок, рывок, на самом деле предстоит сделать государству. Готовы ли государство его сделать, не знаю. Но дальше возникает один очень важный вопрос. Вот, понимаете, мне кажется, скажем, сегодня об этом говорят, что, скажем, помните, вот то, что мы освобождали сначала на два, потом продлили на год нянчик. Что можно уведомить налоговую службу, и можно не платить ничего, всё будет нормально. И все говорили, ну это же неудачно, там каких-то несколько тысяч человек только уведомили. А с моей точки зрения, это огромная удача. Огромная удача состояла в том, что налоговая служба никого из них не тронула. Огромная удача в том, что люди, и те, кто это сделал, и те, кто этого не сделал, но знакомые, те, кто за этим следил, видели. Государство держит своё слово. Кто-то говорит, у нас там удачная или неудачная налоговая амнистия. Ведь мы же сказали, ты можешь подать заявление в налоговую службу, и его никто не вскроет, кроме самого тебя. Я же знаю, что были попытки. И с решениями приходили, и силовые структуры приходили. Налоговая не дала никому это. Вот с моей точки зрения, амнистия капитала удалась. Не потому, что, как мы считаем, сколько денег пришло или сколько перерегистрировались, а то, что она действительно способствовала вот тому доверию, который... Хотя говорить о том, что как восстановить доверие, которого не было, не знаю. Но вот первое, и что самое главное, это доверие людей. И вот теперь по этому закону, на самом деле, мы помним, как он начинался. Михаил Владимирович, на самом деле, преувеличивает значение. Я такой оформитель почти. Никогда бы не было такого закона, если бы не появились вот эти фантастические технологические возможности. Вот то, что сделала сегодня нашу налоговую службу, не просто вот тем, что она есть, а сделала её лучшей в мире. И то, что признаём, это не мы сегодня, когда там рекламные ролики показываем, а то, что признаётся во всём мире. Вот эти возможности сегодня можно реализовывать. Я же хорошо помню, как в 98-м году, когда мы писали общую часть налогового кодекса, и когда, простите, вот мы написали презумпцию невиновности налогоплательщика, а время доказывания лежит на налоговом органе, все говорили, ты что, сумасшедший? Какая презумпция невиновности? Это вообще из уголовного права. Какое время доказывания? Нигде в мире этого нет. А вот у нас в стране, где всегда был перекос в сторону государства, возможностей государства по отношению к человеку, это было необходимо. И на самом деле, вот то, что тогда в 98-м закладывалось, сегодня реализовано, может быть, ещё не в полном объёме, но реализуются налоговые службы. Может быть, вот это главное достижение? Вот тогда выход на самозанятых – это часть вот этого процесса. Я и смотрю на это как на часть процесса. Вот поймите, для меня в значительной степени, когда вот это было, ведь это вопрос неуплаты налогов, он же считается. 82 миллиона трудоспособного сонаселения, 52 миллиона людей, которые платят страховые взносы, или они сами, или предприниматели, где 30 миллионов? Вот они. Конечно, это не все самозанятые, нет. Но вот эти 30 миллионов. И их заставить нельзя. Вот то, что сделало налоговое, то, что сделал закон – это было предложение. Людям предложили право. А вот потому, сколько из них этим воспользуется, а сколько не воспользуется, зависит от того, будем ли мы держать слово, которое мы дали, сохраним ли мы условия. Я прекрасно помню, как это были споры, и Михаил Владимирович доказывал, что меньше, чем на 10 лет эти условия создавать нельзя. Ведь, понимаете, опасность того, что, ну, конечно, вот сейчас выйдут из тени кто-то, и они тут же уж их там накроют. Вот 10 лет в законе прописано. Уникальная ситуация. Нигде, ни в одном законе другого нет. Такого нет. Вот 10 лет эти условия являются неизменными. И результаты надо смотреть не по тем людям, которые сегодня зарегистрировались. Результаты надо смотреть по 10 годам, когда люди поверят, что их за эти 10 лет не трогали. Но на самом деле этот закон, он имеет же ещё одно очень важное значение. Никто, строго говоря, не обратил внимание. Все говорят, там, 4%, 6%. Никто не обратил внимания. Опять же, был спор огромный. Я помню, как вот все переругались. Полтора процента ФОМС, фонд обязательного медицинского страхования из этих денег. Почему? Я скажу. Да, строго говоря, деньги-то вообще копеечные. О чём мы говорим? Никакая медицина, никакая медицина, столько не стоит, она стоит значительно дороже. Здесь был заложен совершенно другой принцип. Если человек знает, что он заплатил за себя, и ведь сегодня за неработающее население платят регионы, у него будут другие требования к медицине, когда он придёт в поликлинику. Он будет знать, что он за это заплатил. Ведь это и рождает гражданина. Право платить налоги делает из населения гражданина. И когда вот все вот эти вот бессмысленные разговоры, надо ли платить налоги, вот не означает ли улучшение администрирования налогового, когда те, кто не платил, должны платить, ну, возросла налоговая нагрузка, наш бизнес при этом не выживает. Да не нагрузка возросла. Вот мне бы очень хотелось, чтобы результатом, одним из важнейших результатов того эксперимента, а сегодня это ещё не налоговый кодекс, это эксперимент, было решение вот этих гораздо более фундаментальных вопросов, чем просто то, что кто-то выходит из тех. Андрей Михайлович, я ещё потом в конце, чтобы вы оставили на заключение, хочу потом спросить ваше личное мнение, как нам стоит продолжать этот эксперимент, в каком виде, и спросить ваше мнение о присоединении регионов. Но это во второй части, если позволите. Я тогда замолчу просто. Нет. Единственное, что можно... Нет, нет, спасибо, спасибо, что ещё дадите слово, я уже не рассчитывал. Я тогда просто закончу тогда словами Орвала, который говорил о том, что будущее определяет тот, кто контролирует прошлое, а прошлое определяет тот, кто контролирует настоящее. Вот мне кажется, это закон, один из тех, который меняет основную мысль, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Мне кажется, что Илья Вячеславович Трунин сегодня контролирует наше настоящее в налоговой политике. Он и определит будущие черты, собственно говоря, налоговой политики, но если серьёзно, без сомнения, да, то, что сказал Андрей Михайлович, было сложными решениями, которые мы вместе принимали. Очень коротко скажу, что опрос показал, что бизнес не готов платить выше 4-6%, если говорить о том самом общественном договоре, что никто не хочет регистрироваться, никуда ходить и сдавать никакую отчётность. Вот эти три вызова, собственно говоря, мы и преодолевали. То есть мы делали так, чтобы эта технология это позволила. И здесь в этом смысле я очень хочу, чтобы мы понимали, что эта работа… Спасибо за добрые слова. Сегодня они были сказаны в адрес налоговой службы. Здесь, кстати, есть представители, руководители регионов налоговой службы. Это огромный кумулятивный эффект от работы расширенного правительства. От идеи Герма Носкорича, которую мы воплощали в Министерстве экономического развития, до сегодня расширенного Минфина. Ведь мы сегодня в Минфине очень много делаем того, что не видно, может быть, через общественные средства массовой информации. Это огромная работа, кропотливая, потому что бы не навредить. То, что Антон Германович сегодня говорил, и то, что делает Минфин, это как раз основы налоговой политики, приводящие к незаметному, в том числе, налоговому администрированию. Далее, два слова о будущем налоговой политики. Как тоже Вы отвечаете на вызовы современной цифровизации в определении этих черт? На самом деле, спасибо большое за возможность поучаствовать в этой очень интересной дискуссии. Хотел бы начать с чего? Что мы делали всё, естественно, вместе, формировали контуры этого пилотного проекта, этого эксперимента. И вообще, это уникальный опыт, который ещё, кстати, не закончился. Напоминаю, что мы находимся в третьем квартале года, когда мы проводим этот пилотный проект. В чём уникальность? Вы только что об этом сказали, я тоже хотел на это обратить особое внимание, что когда мы формировали дизайн вот этого нового налогового режима, мы опирались, с одной стороны, да, на технологии, которые позволяют нам запустить бесконтактный процесс администрирования, бесконтактное общение налогоплательщиков с налоговыми органами. Но, что самое главное, мы опирались, наверное, впервые, я не помню, чтобы такое было раньше, мы опирались на пожелания потенциальных налогоплательщиков, как Вы правильно говорили. 4%. Ставка, она не взята с потолка, это не то, что мы рассчитали бюджетный прогноз, какие-то планы, нет, это ставка, которую назвали большинство опрошенных, причём опрошенных тех, кто занимался этой деятельностью, но, насколько я понимаю, не вполне и не всегда платил все налоги. Это первое. И второе, мы понимали изменившуюся психологию, а может быть не изменившуюся, может всегда такие пожелания были, не ходить ни в какие налоговые инспекции, ни в какие государственные органы, заниматься своим делом и одновременно стоять на учёте и платить налоги. Мы все эти пожелания узнали с помощью опросов, которые тоже проводила налоговая служба, и зафиксировали это в законодательстве. И получили тот налоговый режим, который сейчас существует, и где уже есть 200 тысяч в пилотных регионах, есть 200 тысяч налогоплательщиков. Считаю, что… Ну, предварительные итоги, конечно же, мы оцениваем всё очень хорошо. Считаю, что это всё необходимо и дальше распространять в налоговом законодательстве, использовать все эти современные технологии и использовать новую среду общения между налогоплательщиком и налоговым органом. О чём я говорю? Вот сейчас, но это уже не пилотный проект, это начинающийся процесс, который, думаю, что мы будем решать, налоговый мониторинг. Когда налоговые органы встраиваются в систему управленческого и финансового учёта налогоплательщиков, и, по сути, онлайн осуществляют надзор, контроль. Не осуществляют никаких специальных налоговых проверок, когда приходят, переворачивают всю документацию налогоплательщиков, смотрят, правильно или неправильно, а непосредственно имеют возможность участвовать, если так можно сказать, в том, как налогоплательщик формирует свои налоговые обязательства и ведёт налоговый учёт. Мы вместе с вами сейчас готовим инициативу по отказу от отчётности для упрощённой системы налогообложения. Мы вот говорим об уникальном революционном эксперименте по самозанятым, но у нас сейчас подходит к концу внедрение онлайн-касс. Это же тоже фантастический проект. Это оснащение каждого, кто продаёт товары или услуги, непосредственным онлайн-каналом общения с налогами органов, который работает 24 на 7. И этот канал также можно использовать для налогового администрирования, потому что он сам является уникальным каналом предоставления отчётности точно так же с 24 на 7. И на это тоже надо опираться. Мы, к сожалению, по разным причинам, мы тут не единственные, которые немножко оказались позади некоторых трендов. И трансграничная онлайн-торговля, она, конечно же, сейчас находится во многом вне поля зрения и налоговых, и таможенных органов с точки зрения платежей за эту онлайн-торговлю. И нам надо будет очень серьёзно подумать. Я считаю, что это очень перспективное направление. Понятно, что никакие таможенные органы не могут досматривать сотни миллионов посылок, чтобы определять, какая там таможенная стоимость занимать платежи. Необходимо использовать те новые подходы, которые появились, и в этом тоже направлении. Потому что, конечно же, мимо государства, мимо бюджета проходят огромные потоки, которые никак не облагаются. Но что я хотел ещё отметить, и мне кажется, что это очень важно подчеркнуть здесь публично, что несмотря на то, что мы, Министерство финансов, отвечаем за бюджет, за финансовую систему, и налоговые органы отвечают за налоговое администрирование, за налоговые доходы, целью нашего налогового режима, нового пилотного проекта «Самозанятых» ни в коем случае не является поиск каких-то дополнительных доходов. Да, я не помню, называли вы эти цифры или нет, что более 50% тех, кто зарегистрировался, по данным статистики налоговых органов, по данным учётных систем, ничего никогда не платили. Это очень хороший результат. Но это не является целью. Нашей целью является вовлечение людей, налогоплательщиков, в легальные взаимоотношения с государством. За счёт и новых технологий, и создания доверия к налогоплательщикам государства и так далее. Но ни в коем случае не поиск дополнительных доходов в моменте. Я вас хочу поблагодарить за это, потому что вначале это звучало очень странно. Налоговые службы, Министерство финансов создают технологию не для мобилизации сбора доходов. Сейчас это звучит нормально, и надеюсь, что мы совместно не ухудшим то, что мы сегодня создали. Если позволите. Я хочу немножко оживить нашу дискуссию. Дело в том, что у нас, я причём даже время вам назову, в 17 часов 3 минуты 12 сентября в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход был зарегистрирован 200-тысячный доброволец, которым стал Веселов Александр Андреевич из Нижегородской области, он дизайнер. Вот. Ну вот так случилось. Наверное, мы будем... Может, надо и объявлять о том, как... Я, кстати, помню, как в Новый год, в Новый год, в 0 часов 7 минут, поскольку мы 24 на 7 онлайн-администрировали, сделали этого налога, первым зарегистрировавшимся плательщиком налога на профессиональный доход стала девушка, она занимается маникюром из Челябинска. И в этом смысле это здорово, что люди верят, добровольно приходят. Я считаю, что это самый лучший ответ доверия людей, которые приходят на государственную платформу и ещё неплохо её оценивают. Теперь я хочу сказать, что мы сегодня пригласили сюда настоящих самозанятых, которых я лично не знаю, они сейчас подтвердят. У нас присутствует два человека. Один это Николай Кадолов, московский водитель Яндекс.Такси. Николай, сейчас я чуть позже вам дам слово. И ещё совершенно интересный самозанятый, это Алексей Кравчук. Я хотел сказать, тамоданами сказали, ни в коем случае так не говорите. Это шоумен, который ведёт мероприятия. Кстати, ведущими мероприятиями могут быть различные люди, в том числе и чиновники. И поскольку Макаров совершенно блестяще провёл этот закон, позволяя чиновникам становиться плательщиками налога на профессиональный доход, сдавая квартиры в аренду, хочу сказать, что ничего лучше, чем введение Андрея Михайловича любого мероприятия я не видел. Извините за это. То есть, поскольку он вас не может назвать тамодой, он меня назвал? Нет, я не назвал вас тамодой, я назвал вас ведущим, блестящим ведущим. И всё-таки. Мы приготовили маленький сюрприз, и причём, значит, вот вряд ли сюрприз от налоговой службы кого-то бы ещё несколько лет назад, да, они оставили равнодушным. Но посмотрите, что мы сделали при помощи наших друзей. Пожалуйста, на экран смотрим. Алексей, мы... Говорят, приложение «Мой налог» делает жизнь самозанятых россиян намного проще. Вот история ведущего Алексея. Имя, возраст и пол изменены. После вчерашней свадьбы Алексей получил круглую сумму. Заплатил налог, всего 4%, и у него осталась тонна времени для очень важного шага. За 10 минут он нашёл роскошные апартаменты в Биберево, примчался туда на такси, заказал великолепный ужин с доставкой, а не пельмени, как обычно. Всё было готово, чтобы пригласить её и сказать самые главные слова в жизни. Мамочка, я съезжаю. Всё это могло закончиться скандалом, если бы не приложение «Мой налог». Когда мамуля поняла, что Алёша её честный и все налоги уже заплатил, она улыбнулась и тоже установила «Мой налог». И стала лепить лучшие пельмени в России и поставлять их в рестораны. А вывод тут простой. Бесконтактное налоговое администрирование – наше будущее. Алексей, Алексей, вы сильно рискуете. Вы рискуете, что порог 200 тысяч будет преодолён за два дня. После того, как нас увидят. Однако, мы не знакомы, это честно. Два слова. Вы зачем пришли в «Самозанятые»? Для того, чтобы стать популярнее? Или как? Вот просто скажите два слова, пожалуйста. Я? Да. Раз, раз. О, здрасте. О, микрофон у рта, моя привычка. Я теперь чувствую себя нормально. Спасибо большое. Очень приятный сюрприз. Это прямо здорово. Можно потом тоже мне для промо себе забрать? Пришёл «Самозанятый», чтобы поймать хайп? Нет, не за этим я пришёл. «Самозанятый» на самом деле пришёл, поскольку в первую очередь это легализация. То есть, по сути, я же вышел из тени, то есть я как бы попробовал. А что, если я признаюсь в том, что я 10 лет не платил налоги, меня сразу посадят? Или пока ещё не посадили? Я подумал, что это очень приятно. Это недоработка. Ну, по сути, это же такой смелый шаг, который можно было сделать, чтобы легализовать свой доход. Потому что до этого это было невозможно практически сделать, не касаемо НИИП, открыть, что нужно делать по прописке СУАО, там много разных заморочек. То есть, ну, вот это для меня была хорошая возможность, во-первых, легализовать, а потом же получить дополнительные бонусы в качестве того, что я могу, допустим, оформить кредит или взять что-нибудь ещё в кредит. Хотя об этом вообще можно поговорить, потому что кроме меня никто больше не знает про «Самозанятых». Подскажите, что будете ожидать от этого, и расскажите, пожалуйста, другим профессиональным ведущим, в том числе и участникам КВНа, вы в Вашей лиге же играли, о том, что это очень удобно. И, Николай, да, вы как быстро, вы через платформу или сами зарегистрировались? Через платформу. Понятно. То есть, то, что сделал Воложь, привело вас в налоговую? Да, да, именно так. Ну, расскажите два слова. Удобно? Замечаете? Да, удобно. Платформа довольно-таки эргономичная, и приложение «Мой налог» интуитивно понятное совершенно. То есть, если смотреть на то, сколько времени отымает уплата налогов по той же упрощёнке, то здесь, в принципе, один раз заглянул в приложение, посмотрел, потратил 2-3 минуты, ну или, в худшем случае, по квитанции пошёл и оплатил в банки. Всё. Удобно. Удобно. Я очень надеюсь. Это самая для нас главная оценка – удобно. И в этом смысле агрегация любая, да, она в этом удобстве, мне кажется, нуждается. Потому что мечта многих агрегаторов, не знаю, что думает Сан по этому поводу, это в том числе и возможные альянсы с большими компаниями. По-простому, если это будет акквизишн или, значит, продажа компании, то без дью-диледженса, который покажет, что вы легальны, вам насчитают очень большие риски и из-за этого дисконтируют вашу стоимость. Собственно говоря, об этом удобстве мы и хотим поговорить в будущем нашем, если хотите, направлении работ. Это бесконтактное налоговое администрирование. Смотрим ролик. Налоговые органы стремятся создать простой и удобный сервис для самозанятых. ФНС России представляет новое поколение налогового администрирования, где все взаимодействие с налогоплательщиком от и до происходит в цифре. Этот инновационный подход, воплощенный в мобильном приложении, меняет представление о налоговом администрировании. С 1 января 2019 года ФНС России запустила новый пилот, нацеленный на решение проблемы учета доходов самозанятых лиц. Простое мобильное приложение вобрало в себя целый набор цифровых технологий, сделавших возможным этот удивительный прорыв в налоговом администрировании. Теперь человек может начать заниматься бизнесом в тот же момент, когда эта мысль пришла к нему в голову. Все, что нужно сделать, пройти процесс онлайн-регистрации и начать использовать приложение. Как только человек опознан системой, он полностью готов к тому, чтобы заниматься предпринимательством и платить налоги. Мобильное приложение ведет учет всех продаж. Мобильное приложение может немедленно выставить счет и послать его покупателю. У самозанятых отпадает необходимость в кассовых аппаратах. Оно автоматически сохраняет данные о всех операциях и ежемесячно рассчитывает размер налогов. Больше нет необходимости подавать налоговые декларации. Приложение позволяет учитывать доходы налогоплательщиков, получаемые при помощи цифровых платформ. Налоговые платежи могут делаться традиционно, но можно дать разрешение списывать их со связанной с провожением банковской карточки. Уплата налогов никогда не была легче. Бесконтактное транзакционное налогообложение становится реальностью. Да, вот такая история. И, как я уже сказал, эти горизонтальные отношения, тех, кто работает с данными, кластеризует их, обрабатывают, они очень непростые. Мы этому учились. Мы совершенно не были готовы к 24 на 7, пока не прошли этот путь. Конечно, то, что делает блестящее и компания Яндекс, Сбербанк и другие агрегаторы, это всё, в общем-то, путь, который прошли инноваторы, лучшие инноваторы, которые работают в достаточно серьёзной заработной плату. И, учитывая всё равно нюансы, связанные с государственной службой, как бы мы ни старались, но эта оплата не конкурентна, она не аналогична, это очень непросто быть в этом смысле адекватными вызовом таких крупных мировых компаний, которыми я назвал, так сказать, несколько, но давайте назовём сколько угодно. Так вот, Аркадий, к вам вопрос. Что вы ожидаете от государства в виде цифровой зрелости, или, если хотите, чтобы не мешать, а помогать в осуществлении этих планов? И как вам с этим API работалось? И собираетесь ли вы дальше других агрегаторов переводить на этот API? Пожалуйста. Ну, во-первых, ты сильно скромничаешь и о вашей неготовности там. Когда мы начали работать по этому проекту, мы были, если не шокированы, то удивлены глубиной понимания проблемы и готовностью внедрять решения в реальные приложения со стороны налоговой инспекции. И я хотел бы просто... Я вижу людей нескольких, которые в этом всем участвовали. Я хотел бы поблагодарить их, потому что это... Ну, просто обычно приходишь в какой-нибудь государственный орган и готовишься к тому, что сейчас будешь полгода что-нибудь объяснять. А тут, наоборот, тебе объясняли больше. И как бы работа была просто как двух нормальных компаний по встраиванию каких-то интерфейсов в два решения. Поэтому я хотел отметить глубокую готовность Министерства по налогам к техническим решениям. Это удивительно и приятно. Мы, естественно, собираемся дальше встраивать эти решения в свои сервисы. Сейчас с сентября мы встроили и начинаем сотрудничать со всеми авторами Дзена. В Дзене десятки тысяч людей, которые пишут свои заметки и получают за это рекламу. Они хотят стать самозанятыми. Мы предоставим им с сентября прямо эту возможность в их приложении. Есть такая незаметная часть Яндекса под названием «Яндекс.Талака». Такое белорусское слово, это когда вся деревня строит дом вместе. В Яндексе есть 10 тысяч сотрудников, а еще есть сотни тысяч людей, которые вокруг Яндекса помогают строить систему, которую мы строим. В частности, в Талаке десятки тысяч людей обучают роботов быть умными. Например, им дают две картинки «Скажи, где кошечка, где собачка». Человек обучает, робот этому это научается, дальше различает это сам. Или там размечание текстов. В общем, таких работ тысяча. И много-много, большая часть населения уже работает в этой вот новой профессии. Надомники, обучатели роботов. Их действительно десятки тысяч, и мы их тоже собираемся до конца года перевести на самозанятых. Ну и, естественно, курьеры Яндекс.Еды тоже самозанятые, так же, как и таксисты. Так что мы, со своей стороны, видим в этом большое преимущество не только для людей, им удобно это делать, но и для наших сервисов, потому что сервис становится гораздо более многообразным. Просто в одном месте все удобно получить. Это просто сейчас часть функциональности сервиса удобной. И я бы еще хотел сказать, что, вот Андрей Михайлович сказал, что про важность доверия. Есть вот, то есть, чтобы людям приятно было платить налог, нужно две вещи. Доверие, что означает, на самом деле, равноприменимость. Если техническое администрирование позволяет быть уверенным, что то, что делаешь ты, делают все остальные, ты не переплачиваешь. Это первая вещь. И вторая вещь – это легкость, простота работы. На самом деле, я думаю, половина населения не платила налоги, потому что очень трудно это сделать было. Трудно пойти и заплатить налог. Я бы и готов. Но это очень много работы. Если вы делаете это легко и прозрачно, просто нажать кнопку – почти все готовы это сделать. Абсолютно согласен. Более того, наверное, это то, что необходимо продолжать делать. Мы говорили с вами, вот здесь также нужно упомянуть о ККТ онлайн, кассовый аппарат онлайн. Ведь это для чего было сделано? Илья сказал о том, что на сегодня мы работаем над тем, чтобы вообще упростить отчетность, вернее, отменить ее. Но так для того, чтобы отменить, необходимо сгенерировать через интернет вещей все самые затоотчеты или те чеки, которые нужно собирать и не мучить налогоплательщика. В этом смысле спасибо огромное. Герман Оскович первый, как всегда, поддержал эту идею, потому что мы с ним сделали в том числе и технологию, и фискальному оператору и так далее. И Аркадий прекрасно понимает, что такое в этом смысле интернет вещей, генерирующий миллионы данных, которые позволят вообще по-другому посмотреть на налоговое администрирование, на статистику, на выводы, на территориальное планирование, на расчет потребительской корзины, средние цены на бензин, все что угодно. Это очень важное направление, и мне кажется, что совокупно все эти вещи приведут к тому, что мы перестанем чего-то требовать от людей. Герман Оскович, вопрос к вам. Этот интерфейс API, я говорю это слово иностранное, API, хотя оно и по-русски говорится, это окно в окне. В дальнейшем, я знаю, что просто как вы относитесь к тому, чтобы делать качественные сервисы, и вы не от хорошей жизни иногда пытаетесь в том числе заменить то, что делает неэффективно государство, и помочь государству, создавая такие технологии. Я так и считаю, потому что это не всегда это желание там Сбербанка какую-то функцию на себя взять, это желание помочь государству. В этом смысле, как вы видите дальнейшее развитие этих окон, и для того, чтобы все те самые предприниматели, потому что по определению Сбербанка это легально, они, приходя на платформы государственные, которые мы будем стараться создавать, на суперсервисы, о которых сегодня говорит государство в программе цифровой экономики, были легальны, и чтобы это было удобно. Что дальше нам делать? Как взаимодействовать? Я уже сказал, что модель, которую вы продемонстрировали, это модель будущего. Смотрите, опять, если вернуться к тому, с чем вы сталкиваетесь, да, как налогоплательщики, или мы, как поставщики неких услуг или товаров людям. Мы сталкиваемся с человеческой психологией и с тем, что является доминирующим фактором, управляющим этой психологией. И есть две доминирующие теории, это спор, вечный спор экономистов и психологов, да. Экономисты говорят, что человеком определяет теорию рационального поведения, все действия человека определяет выгодность. Если выгодно, то он будет делать. И вот, в общем, вы, о чем вы сказали, очень важно. Вы не сказали, я хочу, а вы сказали, я должен сначала пощупать, что человеку выгодно. И вы пошли по пути логики экономистов. И вы нащупали правильный предел вот этой чувствительности, и вы сохранили выгодность. То есть вы сказали, выгодно заплатить. Выгоднее заплатить, чем не заплатить. Это первое. Второе, психологи говорят, нет, если бы так, то весь мир был бы абсолютно престижен, абсолютно рациональным, но мир иррациональным. Поэтому люди принимают иногда иррациональные решения. Вы, экономисты, просто ничего не понимаете в психологии человека. И они говорят, главным является философия или теория престижа. Потому что очень многие люди делают, меняют экономическую логику на логику престижа. Потому что это выгодно почему-то еще. И потом появились третьи, социологи, которые сказали, да, до определенного уровня дохода люди в основном принимают решения рациональные, а потом все-таки доминирует теория престижа. Так вот, смотрите, что происходит. В вашем случае, вот эти два ключевых мотива поведения человека, это выгодность или рациональность поведения, и второе, престиж, они соединились. Что говорят ребята? Увидели бы мы сегодня на налоговом форуме человека, который там зарабатывает нелегально на вот этих всех вещах. Он в жизни появился, говорит, вы что, завтра ко мне придут. Мишустин-то, может, не придет, а местный налоговик точно заявится. И он был такой полулегальный. Давайте, вот все наши звезды, они же о чем угодно, как только про доходы, они сразу же раз, и ну вот там все, что угодно, только не это. А он здесь сейчас появился, он говорит, давайте поговорим, давайте поговорим про доходы. Теперь он может появиться в банк. Я бы его в банке никогда в жизни не увидел, потому что, ну, сейчас мы можем оценивать по косвенным признакам его доходы. Меняем свои модели, правда, мы сталкиваемся с регулированием здесь, с проблемами. А здесь он мне может положить на стол, скажет, деньги давай. И никто не откажет. Дальше он идет в социальную систему и говорит, так, пожалуйста, услуги социальные мне давай. Дальше он идет в интернет, он может рекламировать свои услуги. И уже ни один налоговик его не отловит. Там он скажет, так, а где твои налоги? Он скажет, посмотри приложение, все, до свидания, не хочу с тобой разговаривать. Это меняет всю картинку мира. И вот это соединение, оно поменяет вообще все. Посредники с рынка уходят. Вот мы сейчас, коллега Исана сказал в отношении того, что риэлторы потихонечку исчезают. Исчезнут все посредники. Мы видим, у нас в Домклик все то же самое. Мы работали с риэлторами сначала, а потом их поляна все снижается, сужается, сужается, потому что экономика меняется радикальным образом. Все посредники уйдут с рынка. Что вы делаете? Вам столько налоговых инспекторов не нужно будет, потому что мы становимся налоговыми инспекторами. Яндекс промотирует среди своих клиентов, мы среди своих. И клиенты видят, что это выгодно. Последний тезис. Это нужно делать во всех сферах и со всеми налогами. Не пытайтесь замахнуться собой, вы не сможете покрыть всю поляну. Через нас, через большое количество компаний вы сможете дотянуться до клиентов. И делайте выгодным прозрачность. Прозрачность должна быть выгодной для людей. И тогда люди, мотивируя собственные поступки выгоды и престижем, точно будут вашими. Они будут вас поддерживать и мы все будем вам аплодировать. Спасибо.